Можно ли заменить искусственный хрусталик глаза повторно? То есть, можно ли после замены вашего родного хрусталика на интраокулярную линзу, достать вот эту интраокулярную линзу и поставить какую-то новую, другую модель искусственного хрусталика глаза? Всем привет! Меня зовут Алексей и вы на канале о замене хрусталика глаза неофтальмолог. Почему неофтальмолог, смотрите описание канала и мой сайт ioladvisor, ссылка в описании канала. Итак, давайте разбираться с темой этого видео. Наверняка, если вы интересовались этим вопросом, вы уже знаете, что есть, наверное, два мнения. Первое, что да, можно заменить, и второе, нет, заменить искусственный хрусталик глаза потом нельзя. На самом деле, и первое, и второе мнение имеют право на жизнь, и я сейчас постараюсь объяснить детально, почему так происходит. Итак, давайте начнем с того, как, в принципе, происходит лечение катаракты или рефракционная замена хрусталика, то есть, как ваш родной хрусталик меняют на искусственный хрусталик глаза. Итак, наш родной хрусталик – это достаточно толстая оптическая линза, которая имеет толщину примерно 3-4,5 мм. У разных людей очень по-разному. И хрусталик имеет вот такую форму, ну, можно сравнить ее, наверное, с бобом фасоли, ну, в какой-то степени. По сути, это оптическая линза, заключенная в специфическую оболочку, которая называется капсула хрусталика глаза. И вот эта вся конструкция, собственно, наш родной хрусталик глаза находится внутри, так называемой, передней камеры глаза. И он, условно говоря, подвешен и прикреплен тканем глаза при помощи специальных мышц и связок, которые называются циновые связки. И вот эти мышцы, они выполняют, по сути, две функции. Они, во-первых, держат хрусталик в том месте, где он должен быть. И вторая функция – это они выполняют функцию, так называемой, аккомодации. То есть, это способность нашего глаза, как камера автофокуса в фотоаппарате или в телефоне, фокусироваться на объектах вблизи, на среднем расстоянии и так далее. А если глаз не имеет каких-то оптических проблем, таких дальнозоркость или близорукость, вдаль нам не нужно фокусироваться, потому что глаз у человека без нарушения рефракции, то есть, когда ему не нужны очки для постоянного ношения, в принципе, настроен или сфокусирован в расслабленном состоянии для того, чтобы хорошо видеть вдаль. А для ближнего расстояния нам нужны вот этот механизм аккомодации для того, чтобы четко видеть вблизи. Да, хотел здесь заполнить одну важную штуку. Вот когда я сказал слово «мышцы», всем кажется, что мышцы можно как-то накачать, что-то с ними сделать, там сделать какие-то упражнения и избавиться от дальнозоркости, близорукости, астигматизма или там, не дай бог, вылечить катаракту. Друзья, смотрите мои другие видео на канале, слушайте офтальмологов и понимайте, что вот эти вот мышцы, эти циновые связки, это особый тип мышц нашего тела, которые не поддаются никакой тренировке, никакими упражнениями, с ними ничего невозможно сделать, невозможно снять очки при помощи упражнений. Метод Бейца-Жданова и прочих, скажем так, удивительных людей, это такая история, которая не работает точно так же, как и мед в глазах. Смотрите видео о народных методах лечения катаракты и прочих историях, где подробно рассказываю, почему может казаться, что это работает, но на самом деле нет. Двигаемся дальше. Итак, запомнили, то есть хрусталик это как будто бы зерно фасоли, которое заключено в оболочку и эта оболочка находится в глазу, прикрепленная к специальным мышцам и связкам для того, чтобы эта конструкция находилась в определенном месте и умела еще фокусироваться на разные расстояния. Как же происходит процесс замены вашего родного хрусталика на интерокулярную линзу, на искусственный хрусталик глаза? В первую очередь, к нам, конечно, нужно сделать маленький разрез в глазу, ну для того, чтобы инструменты попали внутрь глаза и мы как-то начали удалять хрусталик. В современном мире технология лечения катаракты или рефракционной замены хрусталика это замена хрусталика через очень маленький разрез, примерно 2-2,5 мм. Кстати, я несколько раз упомянул словосочетание рефракционная замена хрусталика. Если вы не знаете, что это такое, это специфическая операция, которая может выполняться для пациентов, у которых нет катаракты, но которые по какой-то причине не хотят очки, если очки им нужны либо для постоянного ношения, либо для ношения очков вблизи при так называемой присбейпи или возрастной дальнозоркости после того, как у человека после 40 возникают проблемы с ближним зрением. То есть в этом случае, если пациент не хочет носить очки, он может заменить свой родной хрусталик. Эта процедура называется Clear Lens Exchange или рефракционная замена хрусталика. Ну и идем дальше. Итак, для того, чтобы заменить хрусталик, естественно, нам нужно сделать маленький надрез в глазу, как я уже сказал, около 2 мм, и через этот разрез выполняется первая манипуляция, это удаление вашего родного хрусталика глаза. Для того, чтобы удалить ваш родной хрусталик глаза, в первую очередь нужно открыть вот эту капсулу, в которой находится само вещество хрусталика, сами хрусталиковые массы. При помощи либо специального инструмента, либо лазера делается надрез и делается такое круговое отверстие в этой капсуле, называется круговой капсулорексис. То есть мы удаляем часть капсулы в передней части вот этого нашего, условно говоря, зерна фасоли. После того, как мы сделали удаление передней части капсулы хрусталика, мы уже при помощи инструмента начинаем, во-первых, дробить вещество хрусталика, если это катаракта, и хрусталик достаточно плотный. Если же это рефракционная замена, хрусталик мягкий, и мы его, ну, как бы тоже дробим, но не так сильно используем энергию ультразвука для дробления. И мы его разделяем на маленькие части и аспирируем, то есть удаляем из глаза при помощи вакуумного насоса. Ну, там используется и ультразвук, и вакуумный насос для того, чтобы удалить из капсулы все вещество хрусталика. Когда капсула хрусталика остается пустая, и хрусталика в ней нет, мы удалили все хрусталиковые массы, и она чистая, вот после этого мы можем внутрь глаза имплантировать или вставить искусственный хрусталик глаза или интраокулярную линзу. И как вы наверняка знаете, современные искусственные хрусталики глаза, они гибкие, они созданы из либо гидрофильного, либо гидрофобного акрила. Кстати, в чем разница между этими материалами, насколько материалы безопасны, и как они хорошо приживаются в глазу, у меня есть отдельное видео на канале, ссылочка будет здесь и в описании. О материалах хрусталика можете посмотреть, чтобы понимать, как это все устроено. Так вот, гибкий хрусталик мы можем сложить в специальный, так называемый, картридж, и при помощи специфического устройства, которое называется инжектор, ну, оно чем-то напоминает обычный медицинский шприц, только гораздо больше и толще, чем игла медицинского шприца, через вот этот маленький разрез в глазу мы хрусталик вставляем внутрь глаза, он проходит через вот это отверстие инжектора в глаз, и уже внутри глаза он раскрывается, потому что я сказал, что толщина нашего хрусталика, она примерно там 3-4 миллиметра, а вот диаметр хрусталика, он гораздо больше, он там может быть 6-8 миллиметров, и когда мы вставляем линзу, линза в раскрытом состоянии, диаметр оптической части линзы в раскрытом состоянии обычно составляет 6 миллиметров, плюс еще к этим 6 миллиметрам есть так называемая гаптика или опорные элементы, вот эти усики, для того, чтобы вот эта оптическая линза находилась в центре капсулярного мешка, и вот, когда мы поставили хрусталик внутрь глаза, в принципе мы удаляем все инструменты, разрез вот этот 2 миллиметра, мы его ничем не зашиваем, идет специальный процесс гидротации этого разреза, то есть, в принципе, это самозакрывающийся, самозаживляющийся разрез, с которым не нужно ничего делать после операции. Операция закончена. Но что же происходит потом? Как вы уже могли обратить внимание, наш родной хрусталик и интраокулярная линза значительно различаются и по форме, и по размерам, то есть, интраокулярная линза это достаточно плоская и тонкая конструкция, диаметром 6 миллиметров и с вот этими опорными элементами, а наш родной хрусталик полностью заполняет всю капсулу, а потом происходит, в принципе, обычный процесс, потому что природа не любит пустоты. Вот наша капсула хрусталика, которая раньше была заполнена полностью хрусталиком, в тех местах, где она не соприкасается с новым вот этим искусственным хрусталиком глаза, начинает немножко сжиматься. Начинается процесс, который называется фиброз капсулярного мешка. И за счет этого мы имеем и некоторые преимущества, и некоторые недостатки этого процесса. Фиброз капсулярного мешка это уменьшение формы капсулярного мешка. Мешок как бы, ну, выглядит, наверное, как термопленка, когда на него подуть каким-то феном. Он немножко сжимается, и за счет этого, во-первых, преимущество. Хрусталик, наш искусственный хрусталик глаза, очень четко и уже, условно говоря, навсегда фиксируется в глазу, и он не может ни выпасть, ни куда-то там деться из глаза. Но есть и другая проблема. Его потом очень сложно достать из капсулярного мешка. Кстати, стоит отметить еще один фактор, так называемый фимоз передней капсулы. То есть это когда вот этот фиброз капсулярного мешка случается, и капсулярный мешок сжимается, и, условно говоря, фиксирует хрусталик, то вот помните, я говорил вначале про это отверстие капсулы Рексис? Вот в этом месте формирования отверстия капсула тоже начинает сжиматься, и она может заходить на оптическую часть линзы, и приобретает такой несколько белесый оттенок. И вот эта история фимоз передней капсулы иногда имеет такие не совсем приятные последствия для оптической системы глаза. И в этом случае тоже нужно использовать Яглазер для решения этой проблемы. Все тот же Яглазер, который используется для лечения вторичной катаракты. Кстати, что такое вторичная катаракта, тоже рассказывал на канале. Ссылочка в углу и в описании. Итак, промежуточные итоги. После имплантации хрусталика капсула, в которой он находится, сжимается. У нас может возникнуть вторичная катаракта, об этом я упомянул. Может возникнуть еще фимоз передней капсулы, который является не очень приятной процедурой, и с некоторыми хрусталиками он случается гораздо чаще, с некоторыми он случается реже. Но все это решаемые вещи, и сейчас мы говорим о возможности заменить искусственный хрусталик глаза на другую линзу. А теперь давайте представим, что нам этот зафиксированный в глазу уже искусственный хрусталик глаза нужно достать из глаза и поменять на другую модель интраокулярной линзы. И вот тут начинается самое интересное. Ну, во-первых, любая операция, это все-таки операция, это интервенция, это внедрение в организм, и с ней всегда сопряжены определенные риски. Да, замена хрусталика глаза – это самая безопасная в мире хирургическая операция на сегодня, но даже с самой безопасной хирургической операцией бывают какие-то риски. И поэтому, как говорят даже сами хирурги, лучшая операция – это так, которая не случилась. Поэтому, в принципе, лезть в глаза второй раз не стоит без крайней необходимости. А если это все-таки нужно, то давайте разберемся, с какими же сложностями столкнется хирург в этом случае. Да, забыл еще упомянуть очень важный фактор. Это наша роговица. Хотя мы делаем малый разрез, мы в процессе операции манипулируем внутри глаза инструментами. И кроме манипуляции инструментами, у нас внутри происходит достаточно активное движение жидкости, потому что мы дробим наш хрусталик, мы его удаляем, и когда мы что-то удаляем из глаза, мы должны его чем-то заполнить. То есть мы вводим в глаз специфическую жидкость, высасываем эту жидкость, и происходит такой процесс, который называется гидродинамика. То есть определенный процесс введения и вымывания жидкости из глаза. Вот эти все манипуляции, плюс еще использование ультразвука, влияют на нас очень чувствительный и специфический слой специальных клеток, так называемого эндотелия роговицы. Это клетки, которые обеспечивают жизнеспособность и прозрачность роговицы, и эти клетки, к сожалению, не восстанавливаются в принципе. Поэтому задача хирурга всегда минимизировать воздействие на глаз, и хорошие клиники часто еще используют специальное устройство, которое называется эндотелийальный микроскоп, чтобы посмотреть и определить состояние эндотелия роговицы перед операцией. И здорово еще посмотреть на него после, для того, чтобы, скажем так, минимизировать потери клеток эндотелия и минимизировать травму глаза. Так вот, после любой операции количество клеток эндотелия уменьшается. И в некоторых случаях, если клеток эндотелия мало, повторная операция считается в принципе очень рисковой и, условно говоря, невозможной. Но если с эндотелием все хорошо, все-таки можно ли заменить искусственный хрусталик глаза? Я думаю, вы уже поняли, что это зависит в первую очередь от срока давности вашей операции. Другими словами, если вы поставили хрусталик, искусственный хрусталик глаза, и после операции прошло, ну скажем так, две недели, пока еще сам капсулярный мешок не начал процесс фиброза, пока капсулярный мешок, скажем так, не обжался вокруг структур хрусталика, это сделать достаточно легко, но относительно легко. Почему это сделать относительно легко? Легко, потому что хрусталик еще не сильно зафиксирован в капсуле, его можно там как-то повращать, что-то с ним сделать, но есть одна проблема. Помните, я сказал, что его диаметр 6 мм, а имплантируем мы его через диаметр всего 2 мм. Как мы его можем достать? На самом деле мы его не можем пинцетом залезть в глаз, свернуть его в трубочку и вынуть. Это проблема и это невозможно. Поэтому нам приходится хрусталик резать примерно на две части, и даже если мы его разрежем на две части, он уже будет иметь разрез больше, чем наш безопасный разрез 2,5 мм. И это одна из проблем, его просто достаточно сложно достать. Но в принципе, если хрусталик порезали и аккуратно достали, это небольшая проблема. Большая проблема начинается в том случае, если хрусталик уже зафиксировался в глазу внутри капсулы. Вот такую операцию может сделать не любой хирург, потому что там есть очень много сложностей. Во-первых, его нужно, условно говоря, оторвать от капсулы. А если же хрусталик еще определенным образом, хрусталик всегда соприкасается еще с задней капсулой нашего глаза, его, условно говоря, оторвать от капсулы и не повредить капсулу, это достаточно сложная процедура. А в чем проблема повреждения задней капсулы, спросите вы? Здесь начинаются другие сложности, потому что у нас есть передняя камера глаза, заполненная, условно говоря, жидкостью, и есть задняя камера глаза, заполненная специфическим желеобразным веществом, которое называется стекловидное тело. И вот если и разделяется передняя и задняя камера глаза, собственно, самим хрусталиком, и в частности его капсулой, когда мы удаляем вещество хрусталика. Так вот, если мы вот эту заднюю капсулу повреждаем, стекловидное тело попадает в переднюю камеру, и тут уже начинаются другие сложности. Это стекловидное тело нужно удалить, условно говоря, закрыть это отверстие уже хрусталиком, и это достаточно специфическая и неприятная процедура для хирурга. Поэтому, если мы начинаем менять хрусталик глаза, искусственный хрусталик глаза на другую линзу, нам нужно аккуратно и безопасно сначала эту линзу отсоединить от задней капсулы, если уже прошло достаточно много времени, разрезать пополам и достать из глаза. Но у нас есть вторичная катаракта, которая может случиться, а может не случиться, и в некоторых случаях она случается чаще или реже. И в случае возникновения вторичной катаракты, что мы делаем, как вы помните из вот этого видео? Правильно, мы удаляем заднюю капсулу хрусталика. И если у нас задней капсулы нет, то барьер между стекловидным телом и передней камерой, это просто ваша интеракулярная линза. И если мы ее удаляем, у нас значительно повышаются риски вот этого проникновения стекловидного тела в переднюю камеру глаза. Замена хрусталика глаза уже у пациентов после ягд-лазерной диссекции задней капсулы, то есть после удаления вторичной катаракты, это еще более сложная процедура, которую практически никто не захочет делать. Хотя на самом деле и это делают особо опытные хирурги, но эта процедура, скажем, делается в крайнем случае. Другими словами, заменить искусственный хрусталик глаза на другую модель интеракулярной линзы возможно, но технически непросто, и вот эта сложность зависит от ряда факторов. От времени после проведения вашей операции, то есть между первой операцией и тем временем, когда вы решили заменить ваш искусственный хрусталик глаза, от того, как прошел процесс фиброза капсулярного мешка, от того, есть ли у вас задняя капсула хрусталика или нет, и, собственно, от опыта хирурга и от той необходимости заменять, в принципе, нужно ли это делать, или можно проблему, которая у вас есть, или почему вы решили менять хрусталик глаза, решить какими-то другими средствами. Именно поэтому, чтобы вам не пришлось менять ваш искусственный хрусталик глаза, выбирайте вашу линзу тщательно. Правильно старайтесь выбрать хирурга, который вам поможет выбрать хрусталик глаза, хорошо его поставит, а вам не придется делать повторную операцию. А для того, чтобы правильно выбрать, для того, чтобы оптимально подобрать лучшую для вас модель искусственного хрусталика глаза, смотрите видео на моем канале, заходите на мой сайт ioladvisor.com, ссылочка в этом углу на сайт и тоже в описании к этому видео. Пытайтесь разобраться с тем, какие хрусталики глаза существуют, потому что на самом деле самая частая причина замены, или почему пациент может хотеть заменить искусственный хрусталик глаза, это та проблема, когда тип искусственного хрусталика глаза выбран неправильно. Ну, например, пациент недооценил тот факт, что любой монофокальный хрусталик имеет очень узкую глубину фокуса, и ему будут нужны очки, например, для чтения и для компьютера гораздо чаще, чем он рассчитывал, потому что любой монофокальный хрусталик имеет настолько маленькую глубину фокуса, с которой вы в своей жизни не сталкивались. Да, он дает хорошее зрение вдаль, но вблизи для некоторых типов пациентов с очень высокими требованиями к качеству зрения на разных расстояниях может быть даже понадобится несколько видов очков, ну, как минимум два, для ближнего и для промежуточного расстояния. Другая причина, почему может потребоваться замена хрусталика глаза, это, например, ситуация, когда пациент поставил себе мультифокальный хрусталик и у него не прошел процесс нейроадаптации. Такое случается, но крайне редко. Чаще проблемы случаются с вот этими сложными притбиопическими хрусталиками, если хрусталик неправильно рассчитан, то есть, когда его оптическая сила была рассчитана не точно под конкретного пациента. Еще другие проблемы связаны с неправильным расчетом астигматизма или терической силой хрусталика, с недооценкой качества слезной пленки или с недооценкой синдрома сухости глаз у пациента или с какими-то проблемами с сетчаткой, которые, скажем, по какой-то причине не учли или они потом случились. Но это очень редкие ситуации и чаще всего, если хрусталик подобран правильно, рассчитан правильно и хорошо поставлен, никаких проблем с вашим зрением после операции уже не случится и вы восстанавливаете зрение себе не то чтобы на долгие годы, а на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если у вас катаракта, не тяните время, оперируйтесь, меняйте хрусталик глаза и наслаждайтесь хорошим качеством жизни, вашим обновленным зрением и пользуйтесь всеми благами современной медицины. Если ролик понравился, ставьте лайк. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. Пока!